еще раз здрасте вон они голубчики лучший питомник россии не позоришь его как это происходит на практике объясняю и так увидите вот это вот уж на что молодые деревья омолаживание омолаживание с уничтожением уникальнейших черенков посмотрите я не стал их даже собирать мне все равно никто не купит вот они это один из лучших в мире сортов и заметьте отечественный сорт с уникальными вкусовыми качествами с мордосойкостью до 40 градусов привитых правда на усурики вот это память яковлева костер 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 невероятно не может этого быть я час назад снимал фильм вот про этого тетяского юношу 35 лет исполнилось сына сергея я его говорю пойдешь эти самые в москву если позовут поедешь а мне здесь хорошо хочу саженцы конечно когда пришлось для сообщения что от моего друга в казахстан я забыл какой город ну сегодня казахстан привезли фуру саженцами стоимостью от пяти до восьми тысяч якобы из москвы якобы в москве вырастили першики черешки что является стопроцентной ложью от пяти до восьми тысяч саженцы сергея вот они те которые с ленточками это на продажу посылки пойдет от одной до двух тысяч тут же рядом переростки как получился вот этот участок был захвачен деревьями а переростки никто не купил какие-то были выпилены вот пожалуйста у него рука у сергея не поднялась выпилить фаину полностью он просто ее обкарнал так чтобы тень не было это для того чтобы были еще еще немножко земли было чтобы все таки питомник не так быстро сокращался видите питомник уничтожен деревьями переростками деревья переростки вроде бы нужны как маточные но вы же видели вот один лучших в мире сортов гордость отечественного садоводства память якобы сладчайшие крупные красоты необыкновенной живут в сибири и никогда вот прошла зима никогда вы не найдете ни одной подмершей ветки никогда видели вот это есть настоящее садоводство но когда-то это горькая правда вы просили соседи продайте нам 10 соток вот за 50 тысяч нет отказались и результат а мы видели что она уже зарастает лесом 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 вот тот участок его он никогда уже не поднять огромные тополя вот а среди них растут китайские сливы они сейчас еще плодоносят вот через дом прямо внутри дома растут гигантские тополя два из них упала на мою территорию даже деревья покалечили вон они там где была пахота видите поднялся лес из этих этих самых из берез вот а а почему здесь так сложилось вот долго мы еще потом думали ну вот созреет отдадут землю сейчас земля уже непригодна не выпиливать эти березы сейчас могли бы мы использовать а пока так не дали не дали что мы делаем правильно если время показал от бренд кварт хватил вот мы здесь вот свое время есть пилил 6 абрикосов бай уже плодоносят захватили большой кусок такой солидный он их выпилил теперь снова это питомник здесь сейчас я не найду этих самого здесь были пони торчали пони торчали сейчас уже нет не видно их вот это моя горькая правда мы выпили самые старые абрикосы иметь полность 30 лет вот они дали предсмертный урожай извините за такое слово этот предсмертный урожай был 10 20 30 ведер с каждого дерева с каждого вот и теперь здесь пока пустырь он видите это я уже тележки привозил с этим делал холмики земли здесь будут посажены новые сорта вот горько летом конечно здесь все преобразится эти деревья которые я омолодил видите вот это мало омоложено 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 и он там вдали омоложено и вот еще моложено это все пышным цветом расцветет и вы да не узнаете что это фактически кладбище надежд моих на дружбу с наукой на то что нам дадут деньги чтобы мы купили земли вот 500 тысяч 200 тысяч вот миллион нет 500 тысяч и вот так пицца за забором 500 тысяч и на той стороне прикуплены еще ты миллион общем больше двух миллионов и наши родные деньги и никто не компенсирует и никакой государственной премии и мы по-прежнему будем выпиливать выпиливать и выпиливать разрешите на этом откланяться